26 сентября задержана подозреваемая в совершении мошенничества. В этот день она была доставлена в Заволжский отдел полиции. С ней работали следователи. По данным уголовного розыска, эта женщина якобы за снятие порчи забрала у потерпевших золотые украшения и деньги. Якобы я сняла там золото, сказала, что сниму какую-то порчу непонятную. А вы этого не делали? Я этого не делала. Опять же, по данным сыщиков, женщина ранее не судима, но неоднократно по непонятным причинам меняла свои имя и фамилию. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Оперативники обращаются ко всем, кто мог пострадать от противоправных действий задержанной, срочно позвонить в полицию. Телефон 02. На этой неделе региональный следственный комитет заявил о завершении расследования уголовного дела по убийству Михаила Круга. Отделам по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета удалось установить в мельчайших подробностях всю картину убийства Круга, совершенного в Твери 17 лет назад. Тут, к сожалению, такое мнение и в средствах мансоинформации, и, может быть, на обывательском уровне, что получили явку с повин от некого Агеева. Следствие на этом, скажем так, осталось довольным. Повесили всю вину на невинного человека, который преследовал свои интересы покататься, побыть на Тверской родине. И на этом, как бы, дело и расследование данного преступления завершено. Совершенно не так. Чтобы было всем понятно, признательные показания Агеева, я бы назвал ее вишенкой на торте, которая в целом, в последующем, дала общую картину, корреспондируемую со всеми иными доказательствами. Агеев тоже не просто так признался. Это ошибочное мнение, что он написал явку с повинной, находясь в местах решения свободы. Совершенно это не так. Коллеги из УМВД более подробную информацию в этой части расскажут. Проводилась колоссальная работа и следственным путем, и оперативными подразделениями. Она оперативными службами проводилась непрерывно. Следственным путем мы это отрабатывали эпизодично с момента возобновления следствия на разных этапах его расследования. И приходили к выводу о том, что в данном совершении преступления приняли участие Веселов Дмитрий и Агеев Александр. И эти доказательства получены не только из показаний Агеева. Допрошено ряд свидетелей, которые в совокупности подтвердили тот факт, что они находились в этот вечер в так называемом деле. В последующем стало известно, какое дело имелось в виду. Есть ряд свидетелей, с которыми успел пообщаться Веселов Дмитрий перед своей кончиной, который выражал свою озабоченность о том, что его могут отомстить за то, что он исполнил Михаила Круга. Он сам лично Веселов перед смертью успел рассказать самым близким о подробностях совершенного данного преступления. Может быть не о подробностях, но об обстоятельствах, которые потом в последующем стали нам известны. Да, люди действительно длительное время, может быть, молчали. Это заслуга наших коллег из МВД и следователей, в частности, и отдела криминалистики, у которых в совокупности удалось собрать воединую картину совершенного преступления. А Агеев, он лишь только внес в свою лепту и подтвердил всю ситуацию. Веселов при себе имел, как правило, два пистолета. Пистолет марки ТТ и ПМ. Об этом говорят лица, сходящие в круг его общения, говорят близкие люди, об этом говорит сам Агеев. Значит, на дело, так называемое, как они его называют, совершенное, как планированное кража в помещении местожительства Михаила Круга, со слов Агеева о том, что пистолет находился в пользовании Веселова именно в этот вечер, он не знал. При этом нами достоверно установлено, что Веселов при совершении ряда убийств использовал именно пистолет ТТ и ПМ и других преступлений, не связанных с Михаилом Кругом. В последующем нами был установлен свидетель некий Осипов, который осужден за убийство Веселова Дмитрия. Это известный факт, приговор постановлен и вступил в законную силу. В своих показаниях он говорил, что во время общения с Веселовым, у него был определенный мотив этого общения, не буду углубляться в подробности, им получена информация о том, что Костенко, лидер организованной преступной группы «Пирские волки», заказал совершение кражи в жилище Михаила Круга, подробности расскажет коллега, и при этом очень переживал, что получилось так, что Михаил Круг во время исполнения данного заказа погиб, поскольку он этого не заказывал. Это достоверно установлено материалом уголовного дела. В последующем, во время получения данной информации, Осипов, скажем, испытал к ним определенную неприязнь, у них возник конфликт. В этой связи он совершил убийство Веселова. После убийства было обнаружено два пистолета, ПН и ТТ, тех же марок. В последующем, после совершения убийства, эти пистолеты были разобраны и выброшены в пруд, водоем. В ходе проведенных мероприятий по осушению данного болота, данного пруда, отысканы, скажем так, составные части этих пистолетов. Пожалуйста, приставляем на обозрение. Составная часть пистолета ТТ, выброшенного Осиповым после убийства Веселова. Вот составная часть пистолета ПН. Подержите, Таня Петрович, давайте покажем, чтобы все было понятно. И вот, соответственно, мероприятие по отысканию данных предметов. Ну и для общего обозрения, составная часть пистолета ТТ. То есть, из каких запечатей состоит ТТ. Объясняем. Во время осмотра места происшествия были обнаружены пули и гильзы, из которых гильзы, пистолет, из которого производились выстрелы в собаку и Михаила Круга. Была проведена экспертиза, их ряд экспертиз. И экспертным заключением установлены, что пострелялись пистолеты марки ТТ. То есть, под патронами 7,62. Значит, пистолет обнаружен в болоте, дай, пожалуйста, по указанию Осипова. Данный пистолет принадлежал именно Веселову. Также являлся маркой ТТ, но он не имел ствола, потому что ствол, как я показал ранее, он отделяется, в отличие от пистолета МПМ. Если ПМ был обнаружен вместе со стволом, как неразрывная его часть, то в особенностях строения пистолета ТТ ствол и другие запчасти разделяются на более мелкие детали. К сожалению, в ходе повторных даже осмотров места происшествия установить маленькую деталь в виде коротенького ствола ТТ нам не удалось идентифицировать, именно с этого ли пистолета были произведены выстрелы и совершены убийства. Со стопроцентной гарантией, именно заключенным экспертом, мы сказать не можем. Но вместе с тем, совокупность доказательств, показаний о том, что Веселов имел при себе пистолет ТТ, то, что при смерти, после убийства, был обнаружен пистолет ТТ, и он был обнаружен, и приговором признан вещественным доказательством в отношении Осипова, этот факт остается неоспоримым. Убийство нашего земляка, великого певца Михаила Круга, было делом чести, для раскрытия такого преступления для Тверской полиции. И работа, про которую уже говорилось, действительно не прекращалась на протяжении всех этих 17 лет. И в настоящее время, благодаря проводимым мероприятиям, выясняются обстоятельства также и убийств, которые причастны как Агеев, так и Осипов, которые были совершены ранее и на территории других районов нашей области, в частности, убийства коммерсантов в Максатихе и в Торжке. Установлено на настоящий момент, что бандой волков было совершено несколько убийств, по трупам, всего на них около 30 потерпевших. И представители преступной среды, и предприниматели, которые были совершены, в общем-то, убийство по заказу. Плюс к тому, они убивали своих подельников для того, чтобы органы правопорядка не вышли на их след. То есть, если кто-то из их соучастников, грубо говоря, оставляет какие-либо даже мельчайшие следы на месте происшествия, этот человек сразу исчезал. Вот. В общем-то, основная часть данных преступлений задокументирована уже, и состоялись приговоры суда, но, опять же, это еще не все. Работа продолжается на настоящий момент. Результаты, я думаю, что вы все узнаете позже. Более подробные с первых уст расследования убийства Михаила Круга вы узнаете из специального выпуска патрульной службы.